Благодарим спецпредставителя генерального сестаря и главу миссии ООН по содействию Афганистану Розу Атунбаеву за озвученные оценки ситуации в Афганистане. Российская Федерация поддерживает деятельность МООНСа под вашим руководством в рамках возложенных на миссию задач. Отмечаем заинтересованность Кабула в сохранении и развитии контактов с вами. Приветствую в неизменную поддержку ООН в сохранении присутствия и оказанию необходимого содействия народа Афганистана. Внимательно заслушали брифинг госпожи Лизы Дауттона и выступления представительства гражданского общества. Рады, что регионалам сегодня также предоставлено слово в дискуссии. Приняли к сведению доклад генерального сестаря об обстановке в Афганистане. Хотели бы отметить следующее. Вот уже который год Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию в этой стране. Афганистан, переживший за это время талибское правление в 90-х годах, затем 20-летнюю войну, которая привела к фактическому коллапсу страны и позорному бегству войск США и НАТО, с 15 августа 2021 года вновь живет при власти движения талибов. Громкие обещания интервентов построить долгожданный мир на деле остались лишь пустыми словами. Народ многострадальной страны по-прежнему вынужден справляться в одиночку со всем масштабом проблем и вызовов в условиях сохраняющихся односторонних санкций и беспрецедентного гуманитарного кризиса. На этом фоне отрадно, что саммит де-факто власти, вопреки прогнозам западных коллег о неминуемом внутриполитическом крахе и экономическом коллапсе страны, годами жившей на международном иждивении, сумели трезво оценить ситуацию и сделать ставку на укрепление регионального сотрудничества и восстановление социально-экономического потенциала. Они ищут собственный путь самостоятельного развития для Афганистана без оглядки на западную помощь. Разделяем оценки генерального сестра о сложной внутриполитической обстановке в Афганистане. Особая беспокойность у нас продолжает вызывать риски в области безопасности, обусловленные сохраняющейся терактивностью группировки ИГИЛ-Харасан. Несмотря на предпринимаемые де-факто властями усилия, террористы укрепляют свое влияние в стране и намеренно раскачивают ситуацию, совершая все новые теракты. Их действия нам понятны – продемонстрировать себя в качестве альтернативной силы и подорвать стабильность в Афганистане и в регионе. Жертвами резонансных терактов становятся представители религиозных и этнических меньшинств, включая женщин и детей. Сами боевики подтверждают финансирование террогруппировки изне и наличие в их рядах ИТБ. ИГИЛовцы периодически меняют тактику и занимаются вербовкой, стремясь привлечься в ряды новых сторонников. С учетом количества оружия, оставленного западными военными в стране, угроза его попадания в руки боевиков, расползания в регионе и за его пределы становятся вполне реальными. С терроризмом тесно связаны и наркопроблемы. Предпринимаемых талибами усилий недостаточно. Необходимо комплексное международное и региональное содействие, в том числе по линии ОНП-ООН. Значимой остается и поддержка афганских фермеров. Предметом обеспокоенности также является производство синтетических наркотиков. В зоне нашего пристального внимания социально-экономическая обстановка в стране. Отмечаем предпринимаемые по линии ООН региональных организаций усилия по ГУМ содействию Афганистана. Особо выделяем самоотверженную работу гуманитарных агентств и их персонала, готовых в любых условиях оставаться на земле и помогать афганцам. Вместе с тем видим, что этих шагов, увы, недостаточно. Усилия ООН по расширению помощи за пределы базовых нужд по-прежнему блокируются западными донорами, категорически отвергающими возможность содействия развитию страны, восстановлению школ и больниц, строительству дорог, соединяющих провинции или города с аграрными районами. Наша страна также на системной основе оказывает адресную помощь нуждающимся в Афганистане. Так, 20 июня самолетом МЧС России в Кабул осуществлена доставка более 20 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Это уже пятый российский борт с гуманитарными грузами для афганцев. Продолжаем также следить за развитием ситуации в области прав всех афганцев, включая женщин и девочек, а также формирование подлинно инклюзивного правительства с участием всех этнополитических групп страны. Рассчитываем увидеть позитивную динамику на обоих треках. Господин председатель, мы последовательно исходим из безальтернативности реалистичного, комплексного подхода к Афганистану. Этот подход разделяют участники московского формата. В его основе объективный анализ и сбалансированная оценка ситуации и перспективу регулирования. Императивным остается конструктивное взаимодействие самого международного сообщества по афганскому вопросу. В первую очередь, при полном учете нужд самих афганцев, а также терпеливый, без шантажа и давления, диалог с де-факто властями по широкому комплексу насущных проблем. В этом ключ к стабильности в стране, а следовательно и в регионе в целом. Видим, что в таком широком прагматичном взаимодействии заинтересованы и сами талибы. Важно трезво оценивать реалии на земле и прекратить уже пытаться заставить страну плясать под свою дудку, в том числе под эгидой ООН. История страны не раз уже демонстрировала тщетность и контрпродуктивность таких действий. В этой связи отмечаем усилия по организации, запланированной на 30 июня-1 июля очередной встрече спецпредставителей стран по Афганистану. Убеждены, что любое эффективное обсуждение ситуации в Афганистане невозможно без непосредственного участия в нем самих де-факто властей. Господин председатель Российской Федерации всецело поддерживает право и желание афганского народа жить в мире и стабильности. От этого зависит и порядок региона. Однако построение этого долгосрочного и устойчивого мира невозможно без взаимодействия с де-факто властями по широкому кругу проблем. Альтернатив этому пути нет. От этого зависит скорый выход из сложившегося тупика и последующая международная реинтеграция Афганистана. Благодарю вас.